Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Дарья Владимирова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Казанский федеральный университет получил 5 с плюсом. В униклинике КФУ закупили 5 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Студенты КФУ победили во Всероссийском фестивале в Ростове-на-Дону. Будет ли вторая волна коронавируса? Сейчас многих волнует этот вопрос. Но также многие люди озабочены тем, что больницы не оборудованы как следует. Чтобы избежать худшего сценария развития событий, униклинику КФУ 14 сентября привезли 5 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет закупил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких и передал их университетской клинике. 14 сентября прошла церемония передачи клиники новейшего жизненно необходимого оборудования. Его вручал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Совершенно новый. Сертификация получена на них в 2020 году, только, по-моему, в июле месяце. Поэтому и очень долго мы договаривались. С весны наконец-то привезли. Наверное, сегодня-завтра инженеры придут в компанию и вам уже позволят открыть и передадут к использованию. Один из аппаратов ИВЛ было принято решение направить в акушерское отделение КФУ. В общей сложности медико-санитарной части КФУ было передано 5 ИВЛ на сумму 10 миллионов 430 тысяч рублей. Сегодня многие обсуждают, будет вторая волна, не будет второй волны. Но и сегодняшняя ситуация, она, к сожалению, не очень простая. И больницы наши должны быть готовы для того, чтобы достойно ответить на те вызовы, которые, к сожалению, спонтанно или ожидаемо появляются в нашей жизни. Аппараты нового поколения позволят лечить не только взрослых, но и даже новорожденных деток, что существенно облегчит жизнь врачам. Современнейшие аппараты. В России их практически нет. Это единичные экземплярные территории России. Это более 20 различных параметров. Это работа на одном и том же аппарате и на маске, и на эндотрахиальной трубке. Это и подогрев, это и охлаждение, это различные потоки, различные возможности. И самое главное, что аппарат совершенно четко может работать в очень большом диапазоне веса пациента, без какого риска для легких пациентов. Также ректор КФУ Льшат Гафоров отметил, что к концу октября месяца клиника получит компьютерный томограф. Кристина Надершина, Ленардо Вильтьяров, Универньюс. Престижный мировой рейтинг QS Stars опубликовал свои результаты. В системе аудита участвовал 1001 университет. Со всего мира из них 25 российские вузы. Каких результатов достиг Казанский федеральный университет, смотрите в следующем сюжете. Казанский федеральный университет означает 5 звезд. Существует 8 направлений. И вот 5 звезд плюс – это лучшее значение в настоящее время по Российской Федерации. Это означает, что по каждому из ключевых 8 компонентов рейтинга QS, имеется в виду QS Stars, наш университет получил это пятерку. Казанский федеральный университет оценивался по 8 областям, среди которых более 50 индикаторов. Преподавание, трудоустройство, непрерывное профессиональное развитие, интернациализация, инфраструктура и инновации, а также социальная вовлеченность и преподаваемая программа. По каждой области университет получил наивысшую оценку – 5 звезд. Это большой результат, то есть это результат независимой оценки деятельности всех наших преподавателей, нашего административно-управленческого персонала и всех, кто занят обслуживанием. Система аудита QS Stars проводится раз в три года. КФУ планирует не только подтвердить свои баллы, но и достичь новых высот. Для того, чтобы улучшить свои показатели, уже сейчас ведутся работы по программе студенческо-академического лидерства, а также начали вести активную работу по направлениям, в которых набрали меньше всего баллов. Преподаванием, образовательным процессом, инфраструктурой – это вот те направления, на которые мы постараемся уделить больше внимания. А также я уже говорил об интернационализации, но не касательно студентов, а касательно того, чтобы создать условия для привлечения талантов, а также тех преподавателей и ученых, которые имели опыт работы в топ-200 лучших мировых образовательных центров. Кристина Надершина, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Каждую третью субботу сентября, начиная с 2016 года, в России празднуется Всемирный день донора костного мозга. В этот раз этот день выпадает на 19 сентября. Пересадка костного мозга – это шанс на спасение. Но нередко из-за нехватки биоматериала в мире умирает множество людей. Благодаря тому, что в России существует реестр доноров костного мозга, случается так, что жизнь человека можно спасти. Это пятилетняя Саша. Обычная девочка из обычной казанской семьи. Однако несколько лет назад жизнь Саши кардинально изменилась. У девочки обнаружили редкое генетическое заболевание – метахроническую лейкодистрофию. По прогнозам врачей, жить ей оставалось буквально несколько лет. И единственное, что могло бы спасти ее жизнь – это трансплантация костного мозга от неродственного донора. Когда нашей Сашке исполнилось 2,5 года, она стала запинаться, потом перестала ходить и говорить. По прогнозам врачей, оставалось жить год-два, причем ребенок уходит в слепотегу, хотя полностью обездвиженный. Не так давно в израильской клинике Хадаса Саше сделали операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора. К слову, донор нашелся там же. Им стал 20-летний служащий израильской армии, пожелавший остаться анонимным. И вот теперь Саше и ее семье предстоит пройти сложный процесс реабилитации, чтобы остановить процесс заболевания и дать возможность девочке жить нормальной жизнью. Пересадка костного мозга – это процесс, при котором стволовые клетки от здорового донора вводятся в организм больного. Из их приживления могут излечить от многих заболеваний. Донор подбирается по очелей типированию. У каждого человека есть примерно 25% найти донора в семье. В остальных случаях надежда исходит от поиска чужеродного донора. Свой вклад в пополнение базы данных регистра доноров костного мозга и реабилитации людей после подобных операций вносит научно-клинический центр претезионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Так как в нем находится подходящее для этого оборудование, имеются высококвалифицированные кадры, а также значимую поддержку ему оказывает Русфонд. Одним из мест, где сейчас в России проводят больше всего генотипирований костного мозга, является Казанский федеральный университет. У нас создана самая современная лаборатория при поддержке Русфонда, где проводится генотипирование, то есть определение HLA-генотипа потенциальных доноров костного мозга. Основным сдерживающим фактором сейчас является недостаток потенциальных доноров, то есть недостаточное количество людей, которые входят в регистры и готовы стать донорами костного мозга. За последний год в России было проведено порядка 2000 операций по пересадке костного мозга. Такая цифра стала возможна благодаря тому, что в стране уже давно действует регистр доноров. Любой человек может найти буквально 20 минут свободного времени, прийти в лабораторию, сдав кровь, тем самым пополнив этот регистр. С 5 по 9 сентября в Ростове-на-Дону проходил 28-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна. Весна Победы». Подробнее об этом в следующем сюжете. В этом году около 2000 студентов со всех субъектов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан, встретились на национальном финале. В составе делегации Республики традиционно не обошлось без Казанского федерального университета. Его представили 33 лучших участника творческих коллективов. Сразу несколько творческих групп и студентов КФУ стали победителями и призерами «Российской студенческой весны» в различных направлениях. Одни из них – это Илья Бруяка и Евгений Новиков. Лауреаты первой степени в номинации «Социальный ролик. Отпусти». У нас была новая номинация, ее до этого не существовало, то есть ребята соревновались уже готовыми видеороликами. У нас же была другая задача, нам нужно было на заданную тему уже на месте снять видеоролик. Делегация от Республики Татарстан заняла второе место в общекомандном зачете и стала лауреатом второй степени в направлении региональной программы. В целом мы довольны, результат у нас классный. Нам очень понравился Ростов-на-Дону. Очень понравилось быть частью большой делегации Татарстана, взаимодействовать, общаться с ребятами с разных вузов в Казани. И в целом классно, что появились какие-то новые контакты и новые знакомства. Кирилл Мукаев, Федор Пасынков, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!